Американских горок вроде этих кажутся очень страшными. Ну вот это да, слева капец. Майни, с вами всем привет. И сегодня с реакцией на видео, которое называется «Опасные аттракционы, которые пришлось закрыть». Давайте же посмотрим, будет интересно. Опасная карусель лучше всего на свете. Накачивает старым добрым адреналином. Некоторые карусели реально очень стрёмные, конечно. Все эти петли и повороты на всей скорости привлекают миллионы людей, готовых проверить свою храбрость. Ну это вообще круто. Но, несмотря на предупреждения и предосторожности, некоторые карусели опасны. Как эта ракета, которая порвалась и держалась всего лишь на одном тросе. Или эта катапула, чуть не раздавившая людей. Хотите узнать больше? Тогда пристегивайтесь и усаживайтесь поудобнее. Сегодня мы посмотрим на аттракционы, которые пришли... Блин, это стрёмно. Вот это... Как их так собирали? Как их так не проверяли? Пойду сокрыть. Надо проверять всё время такие вещи. Это страшные, опасные вещи. Дикий сын зверя. Ё-моё. Среди любителей американских горок этот деревянный аттракцион. Сын зверя. Считается поистине легендарным. Он находится в штате Огайо. Мне кажется, дерево это не лучший выбор для этого. Продолжение другого деревянного аттракциона. Зверя. Как любой хороший сын, новый зверь превзошёл предшественника. Это были самые быстрые и высокие деревянные горки, разгонявшиеся до 126 км в час, с вершин высотой 66 метров. И это были единственные в мире деревянные горки с петлёй на момент их открытия в 2000 году. Но деревянная основа не способствовала плавной поездке. Из-за проблем с ней сын зверя стал слишком дёрганым, а поездка неудобной. Хотя некоторым мазохистам это даже понравилось. Но всё стало совсем плохо в 2006 году. Когда вагончик огибал большую петлю, он внезапно дёрнулся. Как будто попал в огромную выбоину. На такой скорости ущерб был серьёзным. Жесть. И 27 человек госпитализировали. С травмами шеи и груди. Позже инспекция выяснила, что... Ну это стрёмно, блин. Зачем где-то с дерева такие страшные аттракционы? С дерева, блин, это страшно. Это странная мысль. Турная балка под секцией треснула и раскололась. И в итоге аттракцион закрыли. Его отремонтировали и открыли 3 года спустя. Но затем на нём пострадал ещё один пассажир. На этот раз он получил травму головы, вызванную сильной тряской. Несмотря на то, что тщательное расследование не выявило нарушений, шаткая репутация аттракциона привела к закрытию на неопределённый срок. Замечательное строение в конце концов снесли в 2012 году, доказав, что за каждым взлётом неизбежно следует падение. Но делать аттракцион из дерева – это самая странная мысль, которую можно было придумать. Мне кажется, не совсем подходящий материал для этого. Опасное испытание дракона Когда студия Universal во Флориде открыла аттракцион с драконами в 99-м году, любители каруселей были в восторге. Аттракцион «Дуэль драконов» состоял из двух переплетённых американских горок. И вагонетки преследовали друг друга, как два дерущихся дракона. Вау, у неё тут крутая идея. В одном месте они проезжали по петлям, которая разделяла 46 сантиметров. Пассажиры наверняка чувствовали себя так, будто сразились с драконом. Позже аттракцион назвали «Испытание дракона» и добавили в раздел «Волшебный мир Гарри Поттера». Однако вскоре после этого пассажиры начали себя плохо вести. В 11-м году 52-летний мужчина катался на аттракционе. И на петле что-то вылетело из другого вагона и ударило его прямо в лицо. Травма была такой серьёзной, что ему удалили целый глаз. Кошмар. Опасаясь, что... Блин, ну это проблема именно людей, которые пошли на аттракцион с набитыми карманами. Ну приём моё. Пассажиры не обращали внимания на запрет проносить посторонние предметы. Операторы начали запускать два вагона в разное время. Однако это оказался смертельный удар для грозных драконов. Без элемента борьбы популярность аттракциона упала. И в 17-м году его закрыли, чтобы построить нечто более волшебное и менее опасное. Если вы хотите развлечься, но при этом не потерять свой глаз, тогда смелее лайкайте видео и подписывайтесь на канал. Я не отправлю... Капец, из-за ошибки одного человека закрыли такой аттракцион, понимаете? ...сквозь петлю. Но переверну ваш мир слух на долгу с помощью познавательных видео. Всё сделали? Тогда вернёмся к видео. Ужасный зелёный фонарь. Фильм «Зелёный фонарь» вызвал всеобщую критику, когда он вышел на экраны. Поэтому неудивительно, что американские горки «Зелёный фонарь. Первый полёт» тоже всех разочаровали. Когда они открылись в парке развлечений Six Flags в 11-м году, их рекламировали как первые в мире полностью вертикальные зигзагообразные горки с вращающимися сидениями. Вот только такой дизайн больше напоминал автомат для пинбола. Тем не менее, посетители выстроились опробовать аттракцион. И они пожалели об этом. Мне кажется, это просто... Блевотрон какой-то. ...брасывало по короткой трассе на 250 метров на скорости 60 км в час. Их закручивало на заворотах и поворачивало под неожиданными углами. Они чувствовали себя не летающими супергероями, а рыбой, которую трясёт в зелёном мешке. Посетители быстро поделились с интернетом, какой болезненной была поездка. Хотя кто-то заявил, что им было скучно. К счастью, людям не пришлось страдать слишком долго. В 17-м году аттракцион закрыли. По неизвестным причинам. Возможно, дело было в плохих отзывах и травмах. А возможно, его закрыли из-за снизившейся популярности. Как бы то ни было, карусель стояла в запустении 2 года. А затем парк заявил о полном её закрытии в 19-м году. А значит, этот раскрученный аттракцион действовал всего лишь 6 лет. Как и фильм, эти американские горки оказались провалом. Какая опа! А вам тоже ярко раскрашенные вагончики всяких семейных американских горок вроде этих? Кажутся очень страшными. Ну вот это да, слева капец. Справа ещё более-менее, слева прям жесть. К сожалению, пугающий дизайн американских горокопа в парке Маунт Олимп в Висконсине ещё не самый худший аспект. Этот открытый аттракцион был лишь 13 метров в высоту и разгонялся до 47 километров в час. Так что поездка была весьма скучной. Хотя это всё равно не гарантировало безопасность. В 14-м году Энтони Тейзен катался со своими внуками, и вдруг его перекладина для коленей сломалась. На углу Энтони вылетел, как тряпичная кукла, и упал с высоты 5 метров на литом мешок. Блин, это кошмар, конечно. Это примерно как выпасть из окна второго этажа. Энтони ввели в искусственную кому на целый месяц из-за тяжести его травм. Но, к счастью, он всё же чудом выжил. А вот аттракциону выжить не удалось. Инспектор по безопасности проверил его с мешками с песком вместо людей. Он с ужасом наблюдал, как перекладина для коленей внезапно открылась в том же самом месте, где вылетел Тейзен. Не было никаких... В чём проблема была, блин, укрепить только перекладину, блин. В том, что руководство не проследило за безопасностью горки. И, конечно же, её закрыли навсегда. Как можно за таким не следить? Это жизнь не людей. Если честно, я рад, что мы больше не увидим эти жуткие мыши-мобили. Человеческая катапульта. Катапульты стали невероятно популярны среди любителей адреналина в последние годы. Я вообще не экстремал по жизни, поэтому никогда не занимался такими вещами. Мне никогда не нравились вот эти всякие катапульты, штуки, пипуки, не знаю. И можно понять почему. Пассажиры надёжно закреплены в стальной капсуле, которая прикреплена к прочным пружинным кабелям, которые держат две огромные башни. Кабели постепенно натягиваются, пока капсула прикреплена к пусковой площадке. А затем капсула резко открепляется и летит. Это стремно, что я вас стыбаюсь, капец. Это ставьте лайки, все такие же цыкуны, как я, потому что я такой. Слово камень из рогатки, пассажиры взлетают на 137 метров в воздух, на скорости 161 км в час. А что, интересный способ избавиться от девушки. Снимать это с земли, конечно, интересно и весело. Но такой аттракцион вырабатывает перегрузку до 5G. И некоторые пассажиры даже теряют сознание. Но это еще не самое худшее в подобных катапультах. В 15-м году Дрю Ларсон снимал, как его 13-летний сын катается на катапульте в Маунт Олимп, вместе со своим другом. Аттракцион запускал пассажиров на 61 метр вверх, со скоростью почти 100 км в час. Но в этот раз, за несколько секунд до запуска, произошло нечто ужасное. Внезапно кабель на одной стороне. Я бы просто не знаю, я бы больше после этого никогда запрещал бы детям вообще кататься на всем. Дрю Ларсон оборвался и обрушился со всей тяжестью рядом с мальчиком. Эти катапульты работают с нагрузкой в 40 тонн на держащие их тросы. Если бы мальчик оказался на пару сантиметров правее, его бы пришлось отдирать с земли лопаткой. Так что ему просто невероятно повезло. Хотя официально аттракцион прошел проверку всего лишь месяц назад, руководство парка не смогло показать надлежащую документацию о состоянии катапульты еще в 13-м году. И судя по обтрепанным кабелям, которые в итоге оборвались, эти документы, видимо, так не удалось найти. К счастью, аттракцион закрыли и демонтировали из парка всего через два дня. Что, несомненно, спасло людей от превращения в блинчики. Жесть, это страшно, конечно. Космический хаос. Санкт-Петербург неизменно поражает своей красивой архитектурой и историей. Но он может развлечь туристов и несколько другим способом. В Петроградском районе находится Дива остров. Настоящая мечта любителей острых ощущений. И в центре этого парка развлечений вращается монстр, известный как ракета. В этот аттракцион садятся 10 человек, мечтающие стать космонавтами. Капсула прикреплена к крану двумя тросами спереди и сзади. Кран постепенно раскручивает пассажиров на высоте 61 метр. Во время полета капсула быстро вращается вокруг своей оси, переворачивает... Блеватроны, я не знаю, все это блеватроны. У меня вроде бы норм, вообще, как бы, вестибулярка, но, наверное, я бы даже блеванул бы. Вверх ногами, словно они летают в космосе. У меня даже от одних видео кружится голова и начинает тошнить. Хотя хуже всего, это видео 2010 года. В тот год жизни 10 человек висели на волоске. В буквальном смысле, так как один из тросов оборвался посреди полета. Спасатели больше часа спускали пассажиров. Но, к счастью, никто серьезно не пострадал. Первоначальное расследование показало, что жара, стоявшая в тот день, могла ослабить металл внутри кабеля. И он порвался. Но это же уличная карусель. Разве аттракцион не должен был быть способен выдерживать высокие температуры? Почему не сделать с огромным запасом вот кабель реально? Несмотря на это расследование, ракету закрыли только на короткий срок на ремонт. И открыли в том же году. В общем, в России карусели катаются на пассажирах. Не до улыбок. Когда уникальные перевернутые американские горки Смайлер открылись в Волтон Тауэр Смайли, многие очень обрадовались им. В аттракционе было 14 оборотов, и пассажиры переворачивались чаще, чем на других каруселях. Но вскоре энтузиазм сменился страхом после жуткого события 15-го года. Вагончики петляли по аттракциону, и внезапно пассажиры заметили пустой тестовый вагон перед ними. Они кричали, зовя на помощь, но было уже слишком поздно. Вагончики столкнулись с такой силой, что металл прогнулся, и пассажиров спереди пригвоздило к сидениям. Спасатели поспешили на помощь пассажирам и вытаскивали их несколько часов. Все 16 человек получили травмы, но две девушки в первом ряду пострадали так сильно, что им ампутировали ноги. Аттракцион закрыли, и было проведено расследование инцидентом. Блин, а бедные девушки, кошмар. Оказалось, что неисправность заметили в тот же самый день. И, как и было положено, оператор отправил пустой тестовый вагон. Однако он застрял на одной из петель из-за сильного ветра и не смог расчистить путь. Не зная, что произошло, операторы проигнорировали предупреждение о безопасности и запустили вагончики с пассажирами прямо в тестовый вагон. Это как смотреть столкновение на скорости 145 км в час. Ошибка была такой серьезной, что компания-владелец парка, Merlin Group, закрыла три других аттракциона, похожих на Smiler. В итоге инцидент объяснили плохой подготовкой операторов, и Merlin Group пришлось выплатить несколько миллионов фунтов компенсации. Но через 9 месяцев Smiler снова начал работать. Было очевидно, что за это время невозможно исправить все проблемы, и Merlin Group обвинили в том, что прибыль им важнее людей. Впрочем, с тех пор аттракцион работает без инцидентов. Хотя, наверное, стоило бы сменить название, ведь Smiler означает улыбающийся. Может, сокрушитель? Или уничтожитель? Или же смертельная ловушка? У вас есть другие варианты? Тогда напишите их в комментариях. Аквапарк убийца. Блин, ну такие резкие повороты, реально, с него можно же легко вылететь. В 50-е и 80-е техника безопасности была скорее исключением из правил, как доказывает Акшен Парк. Часто его называют Парком коллективных исков, из-за множества исков о травмах против него. Какое-то время он считался самым опасным парком развлечений в мире. Он открылся в Нью-Джерси в 78-м году, и все аттракционы там были безумны. Сперва при входе... Что? Это как вообще? Кошмар! В Нью-Джерси можно было увидеть петлю пушечное ядро. Это была закрытая горка, по которой люди скользили вниз в темноте и проносились через петлю, а затем их выкидывало в воду. Но внутри не было никаких смягчающих подкладок. И скатываясь по твердому пластику, многие люди в итоге оставались без зубов. Рядом находился спуск по реке Холорана. Весело! Безумная версия классического медленного аттракциона. Люди садились в большие круги, и их прибивало то к одной стене, то к другой. И они разбивали колени, ступни и руки. Ну и, наконец, там был Сёрф Хилл. Огромная горка с несколькими волосами, которая из-за странного дизайна буквально катапультировала людей вверх, на малейшей кочке. Ау! У меня синяки просто от видео появились. Аттракционы были так опасны, что ни одна уважающая себя страховая компания не страховала парк. Поэтому его гендиректор, Юджин Малвихелл, создал собственную компанию и незаконно застраховал парк. А это, ребята, на секундочку мошенничество. Несмотря на это, петля-пушечное ядро действовало целый месяц. Но потом её закрыли, после пары жалоб на сломанные носы и травмы спины. Но это была только верхушка айсберга. Экшн-парк сообщил всего о 14 переломах и 26 травмах головы за 18 лет. Но реальное число явно было намного больше. И это ещё не самое худшее. Потому что в этом парке развлечений погибло 6 человек, прежде чем его закрыли в 96-м году. Судя по всему, это был не столько аквапарк, сколько водяная могила. Опасное погружение. А давайте же делаем так, чтобы люди там летали, разбивали себе лица. Вау, классный аквапарк. Нотспейли Парм называет себе парком развлечений номер один в Калифорнии. Это было бы правдой, если бы не количество серьёзных инцидентов. С 83-го года минимум 16 человек пострадали и умерли, катаясь на 40 аттракционах этого парка. Но один инцидент на популярной водной горке опасное погружение был мистическим. Когда она открылась в 2000-м году, горка имела рекордную высоту – 35 метров. И очень крутой спуск, от которого колотилось сердце и мокли рубашки. Несмотря на высоту, пассажиров держал поручень и ремень безопасности. И всё. Это была проблема для крупных людей. В 2001 году женщина весом более 130 килограммов выпала на высоте 30 метров в неглубокий бассейн. К несчастью, она умерла. Но когда вагончик вернулся, её ремень безопасности почему-то оставался застёгнут. Никто не мог понять, почему ремень не удержал женщину, пока коронер не заметил, что он был на 20 сантиметров короче обхвата её живота. Она его сзади застегнула. Она застегнула ремень над ногами, а затем выскользнула, когда начался резкий спуск высоты. Ну это, блин, ну тоже почему не проверяют, почему нету проверки людей. Люди тупые все, абсолютно, практически. И людей должны проверять другие, чуть менее тупые люди. Не должны были пускать на карусель. Её семья подала в суд на парк развлечений. Но после короткого закрытия аттракцион снова открыли с новыми ограничителями, которые гарантируют, что никакой пассажир теперь не выскользнет. Das ist Verhugt. Слово Verhugt означает «безумный» или «сумасшедший». И это идеальное название для самой высокой водной горки. Она находится в Канзасе, в парке Шлитебан. Её высота составляет целый 51 метр. Пассажиры слетают со спуска, который равен 17 этажам. А затем проносятся по пятиэтажному склону со скоростью за 100 километров в час. Выглядит это очень впечатляюще. Но как вы можете представить, проектирование такой горки прошло не совсем гладко. Настолько не совсем гладко, что во время тестов плоты, которые весили более 400 килограммов, просто вылетали с горки. Но вместо улучшений, создатели просто накрыли большую часть аттракциона сеткой, чтобы люди не взлетали. Я, конечно, не эксперт, но даже мне это кажется небезопасным. Но Шлитебан сделал пару крупных пожертвований штату Канзас, и по закону ему было разрешено проводить свои проверки безопасности. Куда уже подозрительнее. Подсчитав, что каждый вагон может держать примерно до 249 килограммов для... ну, безопасности, аттракцион открыли. В 2014 году все это привело к трагическим событиям. В 2016 году 10-летний мальчик погиб, когда его выбросило прямо на сеть. В том же вагоне сильно пострадали две женщины, и полиция начала расследование. Общий вес трех пассажиров... Просто, насколько люди, которые именно создают проектировщики и прочее, они не люди. Это не люди. Безопасные 247 килограммов. Однако мальчик весом 33 килограмма сел в первом ряду. Как считают эксперты, такое неравномерное распределение веса привело к тому, что вагон поднялся в воздух. Это должны были выявить в ходе проверок. Из-за явного нарушения правил безопасности аттракцион закрыли в 2016 году. И теперь парки развлечений не могут самостоятельно проводить проверки безопасности. Человеческий требушет. Требушет – это средневековая катапульта, которая... Слушай, это уже небезопасно. ...предметы в проще, с помощью противовеса. Она идеально подходила для осады, так как снаряды разрушали городские стены и перелетали их. Конечно, никто не был бы настолько глуп, чтобы пристегнуть человека к такой катапульте, правильно? Нет. В 90-е годы спортивный клуб в Англии построил огромный требушет в поместье в Саммерсете. Его единственным предназначением было запускать людей в сеть. Всего за 40 фунтов, или примерно 140 долларов, любой желающий мог залезть в катапульту, а затем пролететь на высоте 30 метров над землей. Ну вы представляете... А может можно было побольше сеть сделать раза в 5, блин? Как это было? Мне кажется, там кто-то полетел мимо. Безопасно. Одна женщина по имени Стелла Янг умудрилась влететь в сеть, а затем отскочить от нее. И в результате она сломала шею и таз. Но вместо того, чтобы закрыть аттракцион, клуб просто поставил сеть побольше, А нельзя было сразу сеть поставить большую, ну ё-моё. Они присоединились в шар, чтобы они не отскакивали при приземлении. Очевидно, что требушеты не отличаются точностью. И это стало понятно в 2002 году. Студент по имени Кастадин Янков, который опробовал этот аттракцион, был отброшен так далеко, что он вообще не попал в сеть. И в итоге он скончался. После этого инцидента идиотский аттракцион наконец-то закрыли, что было неизбежно и, наверное, надо было сделать раньше. Это правильно. Вообще, такие вещи можно было бы сразу закрыть. Они стоя едут. Экспо-Лэнд был популярным парком развлечений в Японии с 72-го года. Ну это японцы, да, они безумные. И Фудзин Райдзин II был одним из самых известных аттракционов. Созданный в 92-м году, он отправлял пассажиров, которые были пристегнуты стоя, по длинному треку. На скорости 113 км в час. Он был успешен. У меня сердце в пятки надо уходит, когда я просто там ближе к 100 км едет машина уже. Ну ладно, не всегда сердце в пятки, но это уже как бы стремновато, и надо прям следить за всем. И ты понимаешь, насколько там это опасно. А тут просто как бы 113 км, не знаю. И работал без проблем целых 15 лет. Но в 2007 году, перед въездом в закрученную секцию, ось колеса второго вагончика внезапно сломалась, из-за чего он накренился. Он проехал больше 300 метров, а затем ударился в ограждение, и весь вагон резко остановился. В результате одна девушка умерла, и еще 19 человек пострадали. В ходе расследования выяснилось, что оси колес ни разу не заменяли на протяжении 15 лет. Эти оси даже не осматривали во время плановых проверок аттракционов. Эта невероятная оплошность привела не только к смерти молодой девушки. Весь парк закрыли на время расследования, и аттракцион полностью снесли. А когда парк вновь открыли в 15-м году, никто не пришел. Эксполэнд потерял доверие людей, и через два года его закрыли опять. Уже навсегда. Паркская машина. Дизайн каруселей можно разделить на три категории. Чего, блин? Хорошие, плохие, и, наконец, просто ужасные и кошмарные. Чего это такое? Любой, кто знает историю, поймет, что этот аттракцион относится к последнему. Это чудо современного дизайна звалось Адлер Фуг, что можно перевести как «Полет Орла». Его установили в парке Тацмания в Лёфингене. Это гениально просто. В Германии. Действие, классно. Сюрикенов запускали. Это становится все хуже с каждой минутой. Нет, Боже! Аттракцион создали в 19-м году. Это ужасно, просто отвратительно. И вращающиеся сиденья должны были выглядеть как корлы. Это просто блин отвратительно. Когда они поднимались и начинали вращаться, пассажиры кружили в небе, как птицы. Но издалека этот вращающийся аттракцион выглядел как с***тика, которая печально известна в Германии и во всем мире. Более того, демонстрация этого символа ненависти запрещена законом по всей стране. Ошибка была достаточно невинной. И владелец, Рюдигер Браун, принес извинения за нанесенное оскорбление. Но вместо закрытия аттракциона он попросил срезать по два сиденья на каждой стороне. И теперь при вращении они выглядят как нормальный аттракцион, а не пропаганда фашизма. Вы бы вы... Не, ну он правильно поступил. Если это реально случайно вышло, то он молодец, что это все пофиксил. Красавчик. Ой, жесть! Ну и аттракциончики, блин, ребята. Я бы на них не катался. Приходите, подписывайтесь на канал. Ссылка на оригинал в описании. Подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. И всем удачки. До скорых встреч. Всем пока. Пау!